Есть такие штуки, про которые, когда говоришь, они выглядят идеальными. Вот, например, Бастион. Социальная сеть на блокчейн без цензуры, децентрализованная, ее невозможно заблокировать, как пишут, с собственной криптовалютой, которая в этой же сети и зарабатывается. Ну, в общем, рай. И, кстати, даже при ближайшем рассмотрении она действительно хороша. Но. А вот что но, я скажу в финальном блоке. Сначала о том, что она хороша. Значит, тут есть своя валюта Pcoin. Она упала, но упала, я думаю, вместе с битком. В ранних обзорах я видел, она стоила около 2 долларов. Тут есть лента новостей и отдельно есть видео. Информации по Бастион мало, но по той, что есть у меня, видео тут загружается на PeerTube. А это Fidiverse. Еще одно прекрасное изобретение, которое все никак не полетит. Простите за контент. Есть лучшее и обсуждаемое. Ну, тут вообще по заявлениям опять же нет умной ленты. Публикуется все, что вышло. Ну вот, чтобы как-то сузить поток, можно посмотреть лучшее. А также можно сузить поток категориями. Ну то есть вот все видео в категории наука и технологии. Можно выбрать несколько категорий и отменить выбор. Приступим. Регистрация. Бастион – анонимная сеть. Ни телефонов, ни имейл. Если хотите сохранить анонимность, максимально отстраненная аватарка и такой же максимально отстраненный ник. Я анонимность не сохранил, вы уже знаете, что до Бер тут – это я. Хотя тут можно заводить несколько аккаунтов. Это не возбраняется. Подписываться не будем и вот она. Точнее он. Ключ-пароль. Точнее она. Ключевая фраза. Это ваш пароль, состоящий из 12 слов. Обязателен к сохранению и бережному хранению в каком-нибудь менеджере паролей. В случае потери восстановить мастер-пароль невозможно. Стандартная история для большинства защищенных сервисов. Ну и все. Я зарегистрировался. Мне за это даже начислили какое-то количество Pcoin. Ну прямо скажем очень небольшое. Ну а чего вы ожидали? Facebook, например, у вас столько забирает. Да и вообще рядом с Бастион про Facebook говорить даже смешно. Так, у нас появилась закладка подписки после публикации, то есть теперь я могу на кого-то подписываться. И могу ставить лайки. Точнее звезды. Это основной способ заработать репутацию на Бастион, которая измеряется в абсолютных величинах и даже денег на Бастион, которые измеряются в Pcoin. Ну естественно за звезды, которые вы получаете, они стоят. На человека можно подписаться. О, надо обязательно подписаться. С уведомлениями или без. Пусть будет без. Ага, что-то пошло не так. Забегая вперед, это связано вероятно с недавней регистрацией. Бастион работает на блокчейн, все транзакции записываются и, кстати, потом не могут быть удалены. Ну вот иногда, я думаю, подтормаживает, когда происходят какие-то глобальные изменения. А к таким можно отнести вашу регистрацию. Но не важно, потом подпишемся. Заглянем в аккаунт. Значит, здесь нам говорят, что есть возможность общаться в чате. Причем в чате, защищенном сквозным шифрованием. И файлы, которые вы отправляете, также защищены. В чате комментарии, насколько я понял, вне блокчейна. Так, что есть в настройках? Ну, собственно, репутация. Опять же, насколько я понял, при репутации выше 50 вы можете постить видео. А выше 100 становитесь топовым блогером. Там еще есть ряд ограничений, которые снимаются, все они описаны. Но в целом ограничение на заливку видео это серьезно, но вроде как дойти до 50 несложно. Ну и давайте запостим чего-нибудь. Тут нет, к сожалению, настроек приватности, все посты в открытом доступе. Поэтому простите, жители Бастион, за флут. Дракон дроп работает. Тут у нас категории и теги. Можно выбирать, можно печатать самому. Ну, заводить. А вот. Так вот это выглядит. А еще сюда можно добавлять статьи. И вот это мне совсем понравилось. Потому что, во-первых, блочная система. Во-вторых, подхватывает без проблем форматирование исходной статьи. Давайте фотку, например, попробуем через Ctrl-C, Ctrl-V вставить. Ну да, прекрасно работает. Ну и в целом выглядит очень мило. С обложкой. Прям вот совсем хорошо. И на случай блокировок могло бы спасти издания, которые подвергаются преследованию, как платформа для размещения статей. Заявлено, что домен Бастион могут заблокировать. А вот приложение будет работать в любых условиях за счет распределенной структуры. Но это надо, конечно, отдельно изучать, проверять, консультироваться. Но. И вот оно это но. Мало пользователей. Бастион уделывает Facebook по всем статьям. Просто на десять позиций. Но люди остаются в Facebook. Читают ленту из трех новостей с позапрошлой недели. И не смотрят ни в сторону Федерации, ни в сторону чего-то похожего на Бастион. Для меня это загадка. Но что поделать. Тут нет моих, нет людей, которых мне интересно читать. И я остаюсь там. Печаль. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов. Теплица социальных технологий. Все будет много... Пресечка. Яйца我也 комбlerde Quar elanes. Пр交а. Яйца. Никого времени, не пришел. Яйца. Яйца. Прочитали. Яйца.